Алексей Васильевич Локтев 30 декабря 1939 года в Орске, Оренбургской области. Алексей родился в рабочей семье. Отец Василий Иванович был инженером по цветным металлам. Мать Надежда Александровна работала библиотекарем. Спустя несколько лет в 1943 году его отца перевели на работу в Москву. Здесь Алексей пошел в школу, здесь же начал заниматься в театральной студии при ЗИЛе. После окончания школы Алексей некоторое время работал токарем на заводе имени Лихачева в Москве. Но тяга к искусству была сильнее. В 17-летнем возрасте он впервые снялся в кино, сыграв эпизодическую роль в молодежном фильме Леонида Лукова «Разные судьбы». А некоторое время спустя юноша, успешно сдав экзамены, был принят в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Окончив в 1962 году институт, Алексей стал актером Московского театра имени Пушкина. Одновременно он продолжал сниматься в кино. В 1963 году на экраны страны вышла замечательная картина Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», ставшая символом того времени. Алексей сыграл в ней сибирского паренька Володя Ермакова, который, находясь в командировке в Москве, привез рукопись своей повести. Вместе с Алексеем в картине тогда снимались молодые Никита Михалков и Евгений Стеблов. Все они, как говорят в таких случаях, проснулись после фильма знаменитыми. Вслед за картиной «Я шагаю по Москве» Алексей Локтев сыграл главные роли в военной киноповести «Первый снег», семейной драме «Наш дом», военно-приключенческом фильме «Тоннель» и драме «Паруси». Все фильмы были разными, как по жанру, так и по своему уровню. Однако ни один из них не принес Алексею такого успеха, какой был после картины «Я шагаю по Москве». Та роль так и осталась в биографии актера самой известной и поистине звездной. Последняя значимая роль в фильме «Паруси» 1968 года, по иронии судьбы, была вместе со Светланой Савеловой, снявшейся с ним в фильме «Прощайте, голуби». Актеров пригласили в надежде вытянуть заведомо провальный фильм. Невозможно, чтобы так унижалось человеческое достоинство. Вот скоро все изменится, увидишь. Лента таки провалилась в прокате и стала завершающей для них в так ярко начинавшейся кинокарьере. Впоследствии Алексей Локтев все же снимался в кино, появляясь на экране, как правило, в эпизодических ролях. В театре карьера складывалась более удачно. В те годы билеты на спектакли в театр имени Пушкина давали в нагрузку, но на постановке с участием Алексея Локтева залы были полные. Режиссер Борис Равенских ставил спектакли именно под Локтева. В 1972 году Локтев из-за Равенских покинул Московский театр имени Пушкина и перешел в Малый театр. Здесь он проработал до 1980 года. Со смертью Бориса Равенских Локтев так и не смог больше найти своего режиссера. Сменив несколько театров в Москве, переехал в город на Неве и стал актером театра драмы имени Пушкина в Ленинграде. Алексей так и остался одиноким в чужом городе, в результате чего начал пить. Однако сумел взять себя в руки, нашел в себе силы, перешел к Богу. Ежедневно посещал храм, помогал при службе и крещении. Вновь в Москву Локтев вернулся в 1989 году, поступив в труппу столичного театра «Глаз». В кино Алексей Локтев во второй половине 80-х годов практически не снимался, но он по-прежнему был востребован. Знакомые режиссеры предлагали ему роли, давали читать сценарии. Но в эти годы в стране стали меняться ценности, и Локтев не находил для себя ничего интересного. В 90-е годы Алексей Локтев впервые обратился к режиссуре. В 1993 году он поставил спектакль «Я вернусь» о популярном певце Игоре Талькове. Затем последовали спектакли «Верую по Василию Шукшину» и «Федор и Аня» о жизни Достоевского. Алексей Васильевич организовал свой собственный театр – театр Алексея Локтева, где одновременно являлся и руководителем, и режиссером, и актером. Одна из последних работ Алексея Васильевича – спектакль «Последняя любовь Достоевского». Первой супругой Алексея была его однокурсница Жанна. Когда она забеременела, пара оформила брак, который продлился три года. У них родился сын Сергей. Вторая жена – Светлана Михайловна Лощинина Локтева, актриса Ленинградского театра на Литейном. Познакомились на съемках фильма «Семья Кацубинских», где играли жениха и невесту. Светлана умерла от рака в 43 года. В браке родилось двое детей. Третья – гражданская жена Елена Алексеевна Усенко. У них родился ребенок. Елена Усенко помогала ему справиться с такой проблемой, как алкоголизм. Как признавался Алексей Локтев, в конце 80-х у него были большие сложности на этот счет. В сентябре 2006 года Алексей Локтев прибыл на Дальний Восток для участия в кинофестивале «Амурская осень». Днем 17 сентября после встречи со зрителями группа артистов выехала из села Раздольное в Благовещенск. Председатель жюри фестиваля Сергей Новожилов решил ехать не в составе организованной колонны с сопровождением экипажа ГИБДД, а отдельно. Вместе с ним, кроме водителя, в «Тойоте Краун» отправились еще три человека, в том числе Алексей Локтев. На одном из перекрестков 22-летний водитель не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по главной трассе. После столкновения легковушка врезалась еще в одну машину и перевернулась. Алексей Локтев получил открытую черепно-мозговую травму и скончался по дороге в больницу. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok